Всем привет, начинаем наше маленькое путешествие по Австрии, город Вена. В своем маленьком клипе я скомпоновал фотографии и видео у столицы Австрии и Вени. Как правило, в Вену, почему-то у меня так получалось, но я добирался из Будапешта, я в Будапеште отдыхал и из Будапешта берешь билет, билет стоит порядка 30 евро туда и обратно и садишься спокойно и едешь в течение 3 или 4 часов в Вену. Конечно, надо выезжать с утра, чтобы побольше времени было. В стоимость билета за эти 30 евро входит также путешествие на всех видах транспорта в городе Вене. А так как там никаких контролеров видимых нет, ничего не надо никуда-то вставлять, просто ты ездишь с этим билетом и он в течение дня у тебя действует. Вене имеется в виду. Ну, а Вена, это, конечно, очень красивый город. Великолепные места для фотографов, великолепные скульптурные группы, красивые дома, огромный собор. Вот, конечно, надо, когда ты куда-то едешь, видимо, надо хотя бы что-то по диагонали почитать о городе, в котором ты будешь, чтобы не болтаться, не мотаться туда-сюда. Поэтому я был какой-то путеводитель. Как раз вот за эти 4 часа, пока едешь в поезде, поезд очень напоминает наш Сапсан, но мне показалось он покрасивее. Вот, но тоже очень быстрый, табло висит, и там можно определяться, просто показывает карту, где ты едешь. Вот, и одновременно стыковочное табло с поездами тех станций, на которых ты проезжаешь. Вот, ну, а в Вене, конечно, это раздолье, это просто здорово, и, ну, если вот есть возможность, если бы у меня была сейчас возможность, я бы, конечно, просто поехал, попродил. Нравится мне там, что-то теперь делать. Вот, ну, поэтому я сделал фотографии, немножко провину, можете посмотреть, вдруг кто-то досмотрит до конца, ну, не досмотрите, так не досмотрит, ничего страшного. Но некоторые фотографии есть достаточно неплохие. Вот, собственно говоря, и все. Всем пока, всем привет. Желаю приятного просмотра вам. Вот, я тут даже какую-то музыку сделал. Все, пока-пока, до свидания. Ну, все же, наверное, что-то надо рассказать про Вену, так, из справочников. Это столица Автрии. Это одна из девяти федеральных земель Австрии. Население Вены составляет около двух миллионов человек. Культурно-экономический, политический центр. Это город, третий в списке. Город резиденции Организации Объединенных Наций после Нью-Йорка. Женевы. Надо сказать, что в Вене есть старый город, конечно, и новые какие-то некие постройки. Но, так вот, старый город и дворец Шорнбурн есть там такое место, очень красивое. Вот, они и занесены в список наследий Венеско. В 12-м году Вена заняла первое место по качеству жизни в мире. Ну, как это определяется, я не знаю. Ну, наверное, когда они там определяли. Так вот, говоря о старой Вене, можно сказать, что Вена, старая Вена, она как бы разделена на такие круги. Первый круг, второй, третий, четвертый. То есть, центр это единичка. Чем дальше от центра, тем больше цифры. Называется ринг-1, ринг-2 и так далее. Ну, в Вене я жил как-то в четвертом ринге, в четвертом кольце. Это недалеко от вокзала, железнодорожного. Но, вы знаете, я хочу сказать, что добираться до первого, до центра, ну, никаких проблем нет. Автобус, 3-4 остановки, ты уже в центре. А там, естественно, пешком. Вот, и автобус входит по выданной полосе. Он, по-моему, быстрее даже машины идет. Вот, вот, такие дела. Конечно, дворец Шотбурт рекомендую для посещения. Красивое место. Ценники там отличаются друг от друга, в зависимости от количества, количества различных экскурсий. Ну, такая лайт-экскурсия, по-моему, порядка, порядка 9 евро стоит. Это по уголокам, по Европам, по дворцу пройтись так, без углубления, без, вот, этих вот, без ландшафта. Вот, такие дела. Ну, вроде как, все, больше говорить нечего. Тут можно, конечно, много почитать в Википедии, но не вижу я глобального смысла считать. Вот, все, все, пока, всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok